Первое, что нужно понять, что мужчина имеет божественное устройство. Мужская природа — это божественная природа. Понимаете, божественная природа и женская природа божественная, и мужская. Веды объясняют, что в духовном мире, в божественном мире, есть изначальная мужская природа и есть изначальная женская природа. Изначальная женская природа соткана из любви, а изначальная мужская природа, она соткана из возможностей, Из того, чтобы давать, ну то есть из достижений. То есть, другими словами, и та, и другая природа является божественной, и поэтому в мужчине заложены божественные качества. Так же, как в женщине. Какие божественные качества в женщине заложены? Нежность — это божественное качество. От природы женщина обладает нежностью. Дальше, заложена красота, это божественно, доброта — божественное качество, чуткость божественная, способность глубоко чувствовать истину в женщине заложена. Женщина может признать старшего авторитет легко, способность подчиняться, скромность — божественное качество женское, заложено в женщине изначально. Дальше, способность прощать в женщине тоже легко достижимая вещь для женщины. И так далее. Есть много божественных качеств, которые заложены в женщине. Также и в мужчине заложено много божественных качеств. Например, смелость, отречение. Если в женщине есть божественное качество — привязанность, это божественное качество — привязанность, верность. То в мужчине заложено божественное качество другое — отречение. Отречение означает нежелание использовать в корыстных целях женскую красоту, служить красоте и использовать красоту, принципиально разные вещи. Когда мужчина служит красоте, это уже обязанность мужчины, обязанностью мужчины является отречься от желания наслаждаться женской красотой и служить ей. Как мужчина служит женской красоте? Он женщину ценит как самую лучшую, самую обаятельную, привлекательную, самую дорогую, самую близкую и он почитает ее. Служить в данном случае означает почитать, а когда мужчина пользуется, он не почитает уже. Он просто пытается наслаждаться с помощью нее. Смотрите, разные вещи. Почитать женщину означает это на расстоянии немножко. Почитать это на расстоянии, понимаете? Вот, допустим, ты видишь объект очень красивый и ты чувствуешь, что ты недостоин этой красоты. Будешь ли ты прыгать на этот объект и там пытаться ее в постель свалить или нет? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Если мужчина относится к женщине как к очень красивому существу и очень тактично относится к ней, то это как раз то, что должен делать мужчина. Это его обязанность. В этом случае все самое лучшее в женщине раскрывается. Она начинает вести себя по-доброму, с любовью, заботливо, ласково и верно. То, как только мужчина начинает эксплуатировать женщину, в ней просыпается другое. Потому что, смотрите, в женской природе есть три силы. Женщина – это шахт, это сила, не энергия силы. И в женщине есть три типа силы. Сейчас я вам объясню. Женщина иногда не понимает, почему из меня это прет. Сейчас объясню, почему. Потому что женской энергией управляют три личности в этом мире. Три женщины, три личности. Первая личность – это Лакшми. Это супруга Господа. Она дает женщине силу благословлять. Женщина сама не работает. Но если она выходит замуж, то муж получает много денег. Он получает успех в обществе, процветание, славу, удачу и все, что угодно. Вторая личность – Сарасвати. Сарасвати – это богиня знания, учености. Если женщина выходит замуж за такого человека, то он становится ученым. Он обретает способность все понять в этом мире. Благословение – Сарасвати. И третье благословение – это дурга. Какое в чем благословение заключается? Ну, заключается в том, что если муж пытается эксплуатировать женскую энергию и наслаждаться ей со всей силы, то из женщины выходит сила, которая убивает в нем все, что у него есть. Она его пилит, мучает, издевается над ним, сосет с него кровь и так далее. И он ничего не может сделать с этим. Мужчина ничего не может сделать. Женщина не может отменить свое вот это чувство, что она неприятен муж ей. Она не может этот отменить колкие слова свои по отношению к нему. Она не может отменить вот это вот отчаяние, обиду по отношению к нему, которая тоже мучает мужчину страшно. Она не может отменить вот это вот желание заставить его нежно относиться к себе и так далее. Мужчину она просто сосет из него все силы. То есть он выматывается, он приходит домой, уставший с работы, но он хочет наслаждаться женой. И она начинает обижаться, сердиться, капризничать, мучить его. И он еще меньше сил остается у него, по факту. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, ну я же женился для этого. Не факт. Мы как бы свое, у нас своя тема, у Бога своя. То есть нам кажется, что мы женились для того, чтобы наслаждаться женой, а Бог считает, что мы женились для того, чтобы начать уважать женскую природу. У него свои планы на нас. И посмотрим, кто как бы в этой ситуации выиграет. То есть мужчина, который пытается женщину эксплуатировать, из нее выходит кобра, который его начинает кусать, мучает, и она ничего с собой сделать не может. Потому что женщина, у нее интересная психика устроена, она не может управлять своей психикой. Она у нее очень подвижная. У женщины психика очень подвижная. Ей тяжело контролировать в себе чувства, эмоции и так далее. Вот мне задали вопрос, здесь еще один вопрос я прочитал. Олег Геннадьевич, как научиться контролировать обидчивость в семье? Как научиться контролировать гневливость, обидчивость и так далее? Такой примерно вопрос. Очень просто научиться. Для этого нужно изменить способ жить в семье. Вот женщина обязана женщине сделать чистую жизнь, создать чистую атмосферу в семье, в доме. Чистую атмосферу создать обязана женщина. Когда она создает чистую атмосферу, муж начинает вести себя порядочно и обижаться не на кого. Но если муж ведет себя неправильно, атмосфера грязная в доме, как чистая атмосфера создается? Кормите мужа освященной пищей. Молитесь постоянно. В молитве готовите. Дальше. В молитве стираете белье. В молитве прибираетесь в доме. Обвешиваете все иконами. В доме звучит духовная музыка. По телевизору ставите на CD-диски, DVD-диски, духовный фильм. Устраиваете все так, что только духовная энергия в доме присутствует. Все. Муж начнет меняться. Женщина создает атмосферу, муж меняется. Веды говорят, чем жена кормит мужа, то и получает потом. Если корову кормить салфанными пакетами, она выдаст бензин. Вместо молока. Ну то есть идея в чем заключается? Вот что боролись, на то и напоролись. Понимаете? Если хочешь наслаждаться дома, балдеть, значит муж будет эксплуатировать. Вот почему мужчина издевается над женой. Потому что жена дома, она наслаждается всем. Потому что когда женщина попадает в свою квартиру, она там ей хорошо, она балдеет. Там ей все классно, кровать мягкая, там все красиво, там все для меня здесь. И она, когда балдеет, из нее исходит вот эта энергия вожделения. И мужчина не образается на эту энергию и начинает эксплуатировать ее тело. И начинаются вот эти вот приземленные такие грубые отношения. Потому что женщина хочет наслаждаться, мужчина тоже будет наслаждаться. Но у женщины какое? Тонкое наслаждение в жизни, а у мужчины какое? Грубое. Все. Какую энергию создала, такой будет результат. Хочешь балдеть, значит все будут балдеть, не только ты. Как дети балдеют, тоже мучают жену. Как дети балдеют. Мама, дай то, дай все. Купи мороженое, купи пирожное. Почему они так себя ведут? Потому что тоже атмосфера балдежа в них вызывает вожделение. И они начинают мучить родить. Хочу велосипед, хочу то, хочу все. И этому нет конца и края. Почему? Потому что не та атмосфера в доме. Видите, три энергии у женщины. Теперь обязанности мужчины. Когда мужчина всем своим сердцем стремится к самосовершенствованию, он постоянно старается работать над собой, с утра закаляется холодной водой, спит на жестком, жену не трогает. Говорит, пожалуйста, спи сколько хочешь. Муж, пожалуйста, выспись, чтобы у тебя все было в жизни хорошо. Она говорит, а я хочу пораньше встать. Хорошо, я попробую тебя разбудить. Если ты не сможешь встать, ничего страшного, спи. То есть жену не трогает муж. Он так себя ведет. И когда муж жену не трогает, у ней в сердце рождается желание работать над собой. Она говорит, да, тебе хорошо, ты встаешь рано. Обо мне не заботишься. Помоги мне встать, она говорит. Хорошо, как тебе помочь? Отнеси меня в ванну. Хорошо. То есть он просыпается, моется, берет жену аккуратненько, несет в ванну. Она еще спит. Кладет ее туда, включает воду. Все. Она благодарна ему. Спасибо. Это вот семейная жизнь так должна протекать. То есть женщина слабое существо, мужчина сильное. Он должен работать над собой. И когда мужчина очень сильно сражается со своими плохими чертами характера, он работает над собой, совершает вот эту аскезу, он как бы жене позволяет быть слабой, а сам учится терпеть ее эмоции, то тогда из женщины выходит Лакшми. У женщины в сердце проявляется такое чувство. Она говорит мужу, благословляю тебя, когда он уходит. Она ему говорит, чтобы у тебя в жизни все было хорошо, чтобы у тебя был успех, сопутствовал тебе. Потому что это женщине же свойственно, да? Вот теперь представьте женщину. Муж такой ленивый ходит такой, делать ничего не хочет. И он уходит на работу, и вы подходите к нему и говорите, благословляю тебя, чтоб успех сопутствовал тебе в жизни. Можно сказать женщине это, но ей потребуется очень много силы, чтобы это сделать. То есть реально ей надо целый день молиться, чтобы вот эти благословения из нее вышли. Вот к такому вот мужу. Расслабленному типа. А что париться? Вот. Понимаете? То есть такой мужчина не получает возможности иметь успешную жизнь. То есть, что его там везде будут принимать на высоких должностях, это через женщину идет. И вот меня женщина задала вопрос, Олег Геннадьевич, а как сделать так, чтоб муж много денег получал? Очень просто. Для этого надо молиться целый день, и потом, когда он на работу идет, подойти к нему, обнять его и сказать, благословляю тебя, чтоб у тебя успех был в жизни. Но это не означает буквально в смысле слова, чтоб много денег он принесет, потому что дальше Бог будет действовать в его сердце. Если семье лучше, чтоб не было денег, то он благословит, Бог не даст денег в этом случае. Она, женщина же, как благословение дала? Чтоб успех был в твоей жизни. А что такое успех, Бог решает. Если этой семье лучше, чтоб не было денег, Бог, даже если есть возможность, он, как бы, чик, подрежет. Значит, ну, видите, оказывается, как... Чтобы дать настоящее благословение, надо быть непривязанным к тому, что ты хочешь, потому что ты по факту себе благословение в этом случае даешь. Ты говоришь, благословляю тебя, чтоб у тебя было много денег. Значит, если ты хочешь потом эти деньги иметь уже, понимаете, это не означает благословение мужа. Это означает корыстное желание, которое никогда не сбывается. Это невозможно. Такое благословение не работает. Вот если ты просто хочешь, чтоб у мужа был успех в жизни, и это искренне из тебя вышло, это будет работать все. Значит, благословение сработало, и знаешь, что точно так будет. Женщины это знают, чувствуют, это чувство у них в сердце есть. Она что-то сказала и чувствует, точно так будет все. У меня недавно такая ситуация была, жена провожала меня, говорит, чтоб дорога у тебя была удачной, чтоб все было хорошо. И так раз благословила меня. А пока мне не было положено другое, я поехал без паспорта на самолет. Проехав немного, неожиданно для себя, я полез в сумку и даже не думал о том, чтоб паспорт найти, а просто в тот карман, где паспорт лежит, и я обнаружил, что там паспорт нет. Я потом себя ловил, а что я в сумку-то полез, я не мог понять. Это, ну, спонтанное движение какое-то было. Я что-то там искал. И мы сразу развернулись и успели на самолет. И в этот раз меня жена благословила, говорит, чтобы все было хорошо у тебя. А мне не было положено, потому что мне положено было в этой поездке потерять чемодан. И даже когда Вячеслав сказал в Краснодаре, мы сдаем в транзит чемодан, у меня в сердце такое сразу екнуло. Говорит, так мы его потеряем в транзите, чемодан и потеряем. Но было уже поздно. Жена уже все там рассчитала, оформила. Когда я в Ригу приехал, я уже знал, что чемоданов не будет. Их не было. Но в следующий день приехали, потому что было благословение жены. А могли бы не приехать, они бы там лежали, просто кто-то взял бы и ушел бы с ними. Там они в Москве лежали. Никого нет, тишина. Знаете, система? Так действует благословение. У женщины есть эта сила. Но обязанность мужчины заключается в том, чтобы всю жизнь желать развиваться, работать над собой. Мужчина не должен балдеть, он должен работать над собой, в этом его счастье в жизни. Это его обязанность перед землей, потому что мужчина создает энергию аскетизма в доме. Женщина создает энергию счастья, наслаждения в доме. А мужчина создает энергию аскетизма, борьбы и работы над собой. Если мужчина так живет, то он достигает вот этой милости. Лакшми приходит в его дом. На самом деле, по факту, аскетизм предназначен только для постижения Бога. Поэтому высшее проявление аскетизма в мужской жизни – это молитва. Если мужчина реально начал молиться, то Лакшми уже в его доме поселяется. Лакшми означает успех в жизни. Мужчина становится успешным. Если мужчина всем своим сердцем изучает Священные Писания, стремится к тому, чтобы постичь истину, понять, как правильно жить, то тогда Сарасвати приходит в его дом. То есть женщина наделяется способностью чувствовать судьбу, получает знания человека о своей жизни. И это значит, что женщина говорит, тебе с этим не надо заключать сделку, он тебя предаст. И мужчина смотрит, правда, это правда, и он не заключает. Это Сарасвати действует, богиня учености, знания. То есть когда человек изучает Священные Писания, то в сердце жены приходит очень глубокая чистота, которая дает ей возможность видеть, с кем дружить в семье, с кем не дружить, с кем работать, с кем не работать. Она чувствует судьбу, говорит, нам не надо квартиру продавать, и правда не надо продавать, и так далее. Понимаете? То есть знания приходят в жизнь человека, в сердце женщины. И оно проявляется по отношению к мужу. По отношению к себе женщина может и не проявлять это знание, но по отношению к мужу это работает, потому что он заслужил. Он изучает Священное Писание, честно советуется со старшими в этих вопросах, правильно изучает их. И получает в сердце жены вот такую вещь. Если мужчина хочет использовать, эксплуатировать женскую красоту, наслаждаться ей, то в сердце женщины приходит дурга. То есть сила, которая неумолимо будет его мучить, мучить, издеваться над ним. То есть мужчина издевается в постели над женой, а она потом весь оставшийся день. И она не может с собой ничего сделать. Ей хочется ему сказать обидные слова, она не знает, что делать. Ей легче застрелиться, чем не сказать. Она потом раскаивается, но сказать все равно придется. Женщина возражать может, скажет, что не так, что-то я говорю. Все так? Точно так. Повзрослее женщины уже, им нечего терять. Точно так все. Не хотелось бы, да, чтобы было так, да, женщины? Не хотелось. А вот так. Ничего не сделаешь. Следующая обязанность мужчины. То есть обязанность, вот эта важная обязанность мужчины, это стремиться к молитве, к развитию себя как личности, и к работе над собой, и стремиться к знанию. Вот эти два стремления, они всю жизнь делают мужчины. Вот первое стремление к молитве, к работе над собой, аскезом. Второе стремление к знанию. Вот эти два стремления из мужчины делают человека. Когда мужчина такие стремления имеет, он все выше и выше статус в обществе занимает. Потому что его интеллект развивается, его качества характера развиваются, и он становится достойным все большего и большего в жизни. Все. Профессиональные навыки идут за этими двумя вещами. Они бегут за ними. Потому что когда у человека есть качество, у него легко профессиональные навыки входят в него. Без всяких проблем. Например, если человек поклоняется Богу в своем сердце, молится очень искренне, то в этом случае он достигает ответственности в жизни. Он становится очень ответственным, серьезным человеком. И влиятельным человеком становится. Влиятельность, она имеет божественную природу. Я думаю, что вы замечали, что некоторые монахи, они ходят такие, как бы, и от них исходит такое достоинство очень сильно. Да? Иногда от священника исходит такое достоинство, что хочется подчиниться ему, само собой. Просто это от молитвы происходит. Не то, что он хочет так выпендриваться в жизни, а просто он молится. И молитва, когда реализации приходит в сердце духовное, то человек становится все более ответственным, ответственным, достойным, достойным, достойным. И мужчина таким образом... А мужчина должен в обществе также жить активной жизнью. Не то, что он должен быть там непонятно кем. Мужчина в обществе должен реализовать себя в полной степени. Он должен быть ответственным, влиятельным, сильным, богатым и так далее. Это должно быть в мужчине все. Но как это происходит, я вам объясняю. Изучение священных писаний дает мужчину прозорливость, делает его проницательным. Он способен понять, с кем заключать отношения, с кем не заключать. Спасибо за подтверждение. Дает ему возможность видеть людей, чувствовать ситуацию в стране и так далее. Это просто изучение священных писаний, потому что изучая священные писания, он в своем сердце открывает вот эту энергию знания, которая потом начинает действовать в его жизни. Почему так происходит? Сейчас объясню. Потому что в священных писаниях человек имеет дело с абсолютными истинами. Чем больше он соприкасается с абсолютными истинами, тем больше сердце раскрывается на истину. И это проявляется в обычной жизни, потом в практических делах. Следующая обязанность мужа является способность устоять перед эмоциями жены. Это описано в ведах таким образом, что женщина это как река, состоящая из энергии любви. Она очень эмоциональна. Она течет с порогами там со всякими. А берега должны быть достаточно высокими, чтобы поток был ровным. Чем выше берега, тем реке легче течь. Она течет в русле спокойно и никуда из него не выходит. Берега, когда маленькими становятся, то река расплывается и высыхает. Она выходит из русла и высыхает. Точно так же женщина, когда мужчина сильный, когда сила мужчины в чем выражается, сейчас объясню. Самое главное проявление силы в отношениях, это когда мужчина способен устоять перед женскими эмоциями. Потому что женские эмоции, смотрите, у мужчины сердце очень ранимое и открытое. А у женщины ум очень ранимый. Поэтому, когда женщина эмоционально что-то говорит мужу, то у мужчины от этого в сердце становится очень больно. И эту боль он практически не может вытерпеть. Ему приходится или терять настроение хорошее, или ей что-то отвечать. Ну, то есть, по факту, когда женщина просто эмоционально излагает свои мысли, то есть она даже вообще не хотела обижать, она просто говорит правду и все. Ну, говорит это от сердца, эмоционально очень. То это действует на мужчину, как будто ему стреляют из пистолета в сердце, понимаете? То есть очень сильно. И мужчина такой... Он говорит, ну все, достаточно, я больше не могу это слушать. Она... Я тебе ничего плохого не говорю. И продолжает дальше. И она продолжает как бы, и дальше что происходит? Он... Аааа, молчать! Но он не может слушать, потому что как бы больно очень. И она такая плачет, говорит, ничего сказать нельзя. И начинает скандал. Ну, то есть, откуда этот скандал берется? От незнания. Ну, от незнания, что вот так простые эмоции женщин так сильно действуют. Она думает, что она там просто там чуть-чуть сказала что-то, А его уже колбасит вот так. Почему? Потому что сердце незащищённое у мужчины от женщины. Оно не защищено. Поэтому женщина такую силу, могущество над мужчиной имеет, что его сердце, оно голое, незащищено от женщины. Женщина говорит эмоции какие-то, ему сразу очень сильно внутри. И происходит обратный эффект. Женщина думает, я сейчас эмоционально скажу, он лучше поймёт то, что я хотел бы сказать. Получается наоборот, потому что она эмоционально говорит, и он, получается, понимает хуже, потому что это запредельное воздействие, понимаете? То есть у него переклинивает внутри. Он не может даже сообразить, что она хочет, потому что ему так больно, что он забывает об этих словах. Поэтому если женщина хочет что-то донести до мужа, надо говорить тихонечко, ненавязчиво, шёпотом, как будто бы между делом. Допустим, отвернулась там, допустим, тарелочку моем. Хорошо бы сегодня в кино сходить. Так, понимаете, между делом. И до него дойдёт. Он мимо будет проходить, как бы услышит эти слова, и он будет думать, хорошо бы сегодня в кино сходить, хорошо бы сегодня в кино сходить. На 50-ю прокрутку он так раз в кино. Потому что мужчина, он очень сильно, как бы, направлен на что-то в жизни, и ему вот поменять эту направленность очень сложно. У него психика в одном направлении работает, и у него уже день распланирован в психике. А если женщине захотелось с кино, допустим, то ему надо прокрутить раз 50, чтобы, как бы, в кино. В кино. Ну, то есть у него уже меняются планы в результате. Но это надо, чтобы жена очень мягко сказала, понимаете. Но если вы увидели, что не сработало, значит, планы поменять невозможно. Допустим, жена говорит очень мягко, хорошо бы сегодня в кино сходить. И никакой реакции не произошло, это значит, что невозможно. Если вы, допустим, 50 раз скажете, вы у мужа убьёте психически, но возможность не появится. Потому что там более серьёзные какие-то важные дела. Да. Понимаете, то есть если есть возможность, мужчина реагирует, на это и соглашается. Если нет возможности, то её нет просто, всё. Значит, надо, не надо дальше, просто истерия возникнет, понимаете. То есть обязанностью мужа, в чём заключается обязанность мужа? Она заключается в том, чтобы сердце своё закалить настолько духовной силой, чтобы терпеть спокойные эмоции жены. Она, допустим, кулачками стучит по груди, кричит, а ты в это время её гладишь по голове, говоришь, «Всё хорошо, моя дорогая, всё хорошо». Это то, что любая женщина мечтает, чтобы было в её жизни. Но это очень труднодостижимо для мужчин. Допустим, это всё равно, что мечтать, чтобы твой близкий человек каждый день прыгал в пропасть с обрыва. Ну, конечно, он готов, но на сколько у него сил хватит? Вот в чём вопрос. Понимаете? То есть обязанностью мужчины является вот это вот течение реки сдержать. То есть он обязан, это его прямая обязанность, сделать берега высокими. Высокими означает такой мужчина очень серьёзный, ответственный. Говорит, да, я тебя слушаю. Ответственный мужчина всегда очень добр перед женщиной, потому что чем ответственнее мужчина, тем он больше чувствует разницу между собой и женщиной. И поэтому он даёт ей возможность быть женщиной. И говорит, да, моя хорошая, я тебя слушаю. Всё правильно, ты говоришь, да. Я вот и такой, и такой. Это тоже правильно. Это про меня, и это про меня. Спасибо, всё правильно. Потому что жена, она, когда в эмоциях, она начинает мужа обвинять во всём. Это её как бы обычное дело. Потому что она всё это видит, её это ранит сильно. И она говорит, ты такой, ты сякой. И он, да, 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 правильно, всё. И когда он так говорит, она успокаивается, потом думает, блин, дура, я сама-то не лучше. Но для этого ему надо правильно себя вести, чтобы она вот так сообразила, что она сама не лучше, поэтому зря так этот разговор этот затеяла. Вот эти крутые берега нужны для того, чтобы женщина трезвела в жизни. Если берега не крутые, её заносит постоянно. То есть её то туда занесёт, то сюда. Допустим, мужчина, она мужчине что-то сказала эмоционально, а он спокойно не отнёсся к этим словам. Вот именно спокойно, потому что мужчина должен позвонять женщине, говорить всё, что угодно. Он заранее должен быть готов. Ну, допустим, она говорит что-то эмоциональное, он как бы заранее уже, да, всё правильно, всё хорошо. Я хочу опять на лекцию, каждый день хочу на лекции ходить. Да, конечно, каждый день на лекции, всё правильно. Ну, сегодня лучше нам, ребёнком, позаниматься. Он же в школе учится у нас, и он по математике не успевает, с ним надо позаниматься, мой хороший. Она говорит, ну, завтра каждый день на лекции. Хорошо, завтра каждый день на лекции, да. Ну, то есть если мужчина ведёт себя спокойно, благородно, жена готова тоже уступать и готова как бы своими желаниями отодвигать свои желания, женщина, готова. Если мужчина не уступает, то её желания растут, и истерика начинается. Женщины, вы согласны с этим, нет? Слушайте, все женщины согласны, мужчины. Теперь надо таким стать, осталось всё, что очень непросто. Женщины, конечно, могут быть согласны, но они не знают, насколько это тяжело. Это надо быть мужчиной, чтобы понять, насколько тяжело вот таким быть. Это очень сложно. Поэтому, если мужчина чуть-чуть слушает вас, ваши эмоции, и чуть-чуть вас успокаивает, будьте благодарны. Будьте благодарны своему мужу за это, и он будет ещё лучше потом. Поймите, что это непросто. Или если вы, допустим, орёте на мужа, эмоционально не орёте, эмоционально ему что-то говорите, и ещё добавляйте. Олег Геннадьевич в лекциях говорил, что тебе надо таким быть, чтобы это всё слушать. Это, знаете, всё равно, что оперировать человека без наркоза, и говорит, а вообще-то надо терпеть. Олег Геннадьевич говорил на лекции, что лучше без наркоза операцию проводить. Понятная система, да? Следующая обязанность мужчины — это деятельность в сфере, в которой нет определённости. Видео говорится, что разница между разумом мужчины и женщины очень простая. Женщина, она очень опытна в той сфере жизни, в которой есть определённость. Она там виртуозна, опытна. Женщина создана для того, чтобы действовать в той сфере, в которой есть определённость в жизни. Всё понятно. Вот, допустим, учат в школе. В школе, допустим, вычитать и умножать, задания дали, всё понятно. Вот это так, это так, всё, женщина сразу, с лёту пятёрка. Теперь применять математику в жизни. Извините, это уже женщине непросто будет сделать. Или, допустим, мучимся на врача. Ситуация обычная, там пилюлька три раза в день, туда всё, дала, выписала, вылечила, всё. Легко и просто, потому что так написано в учебнике. Всё нормально. Женщине легко так жить. А вот ситуация неординарная, уже всё, женщина не может ничего делать, она бежит к главврачу. Говорит, я не знаю, что делать, не знаю, что делать. Здесь уже мужское мышление нужно, потому что мужчина, он опытен в той сфере, в которой нет определённости. Почему? Потому что мужчина, когда рождается, он ничего не знает. Ему в этой ситуации надо жить. То есть ему постигать мир очень сложно. Женщина, она легко узнаёт мир. Она знание приобретает с самого рождения. А мужчине очень трудно, и вот из этой трудности он вырабатывает навык двигаться в направлении, где нет известности. Понимаете? А женщина, она не имеет этого навыка, потому что ей в этой среде знания было всё понятно всегда. И поэтому она и хочет, чтобы было всё понятно. Говорит, нет, мы на другую квартиру переезжать не будем. Мы будем жить здесь. В другой город переезжать не будем. В другую страну переезжать не будем. И так далее. То есть женщина любит стабильность, статичность. Ей очень трудно что-либо менять. Это её природа такая. Мужчина должен это понимать. Это его обязанность понимать, что женщина любит статичность. Мы жили в одной квартире. Там было тяжело. Жене постоянно машины перед домом ездили. Вот там домик. В посёлке возле Краснодара. И появилась возможность переехать в место, где вообще нет машин. Просто там тишина, покой. И она хотела. А потом, как узнала, что надо переезжать, она съездила туда, посмотрела. Говорит, нет, мы будем жить здесь. Я говорю, да, конечно, мы будем жить здесь, но я поживу несколько дней там. Взял, собрал вещи свои. Она такая посмотрела, говорит, я тоже хочу несколько дней там пожить. Я говорю, ну давай мы несколько дней там поживём с тобой вместе. Часть вещей собрали, переехали туда, пожили несколько дней вместе там. и она такая я говорю ну вот все несколько дней пожили она такая смотрит на меня а я назад не поеду все уже там привыкла то есть этого природа женщины то есть она где привыкает там она хочет быть все и как бы это надо учитывать мужчина не должен женщину там сразу за штырку все надо аккуратно то есть надо аккуратно жене доносить что нам придется переехать ну да этот процесс может за год надо поставить план за год как бы и это объяснить и год объяснять потихоньку как объяснять показывать место что там лучше там преимущество все она будет искать недостатки этого места все время надо постепенно вот так вот иногда женщины боятся детей зачинать по этой же причине потому что они боятся потом как они будут вынашивать как они будут скармливать как они будут воспитывать тоже надо постепенно так жену готовить потом одного родила уже не остановишь опять же тоже природа женской это тоже как бы надо постепенно ее объяснять что уже пора заканчивать уже пять человек следующая обязанность мужчины заключается в том чтобы всегда давать женщине возможность иметь что-то новое в своей жизни женщина очень склонна к познанию и она как бы не к изучению а именно к познанию то есть ей надо узнавать что-то новое поэтому женщине нужны новые лекции новые семинары ей нужно что-то новое она не может без этого жить и надо знакомиться со всем что происходит вокруг и мужчина должен позволять но не признавая принимать это близко к сердцу потому что следующая особенность женщины это увлеченность когда женщина увлекается чем-то она считает что надо все в жизни поменять вот это уже подвох мужчина должен спокойно к этому относиться если она хочет поменять жизнь к лучшему то она не успокоится если через год все то же самое она хочет тогда мужчина должен уже в этом направлении двигаться потому что увлеченность от истинного знания отличается тем что женщина может чем-то увлечься и потом забыть об этом но если она встала попала туда куда надо то она никогда не забудет на будет в этом направлении двигаться и мужчина его обязанность принять сердце жены то есть ее от нее принять вот это вот желание менять свою жизнь в эту сторону и двигаться также в этом направлении то есть мужчина должен слушать сердце жены это его обязанности мужчина это разум семьи а женщина это сердце семьи у разума есть сила две характеристики Сила и чистота. Женщина обладает чистотой разума, а мужчина — силой. Поэтому мужчина должен слушать жену. Жена — это сердце мужа, в ведах говорится. Мужчина должен слушать советы жены. Он не должен пренебрежительно к ним относиться. Часто мужчины не обращают внимания на то, что жена говорит. Это безумие. Часто жена говорит то, что нужно услышать, иначе будут проблемы. И часто она говорит то, что мужчина не может сам понять. У него нет возможности это осознать. Поэтому часто мужчина должен слушать жену. И давать ей возможность сказать, потому что если муж не слушает, жена часто молчит. Она знает, что вот так, но не говорит вслух. Надо давать возможность женщине говорить, потому что она может предвидеть ситуацию. Итак, мы обсудили несколько обязанностей мужчин. У нас сколько еще времени? Полчаса. Какие-то вопросы есть по этой теме у вас? Сложная тема для понимания. У женщины, может, есть вопросы по обязанности мужчин. Не бойтесь задавать вопросы. Первый вопрос. Олег Геннадьевич, а как вообще сделать, чтобы мужик таким стал? Ответ простой. Если женщина развивает свои качества, то мужские качества тоже развиваются. Ну, как я уже говорил, то есть, если жена смиренная, то муж разумный. Есть противоположности. Допустим, вот я, вот Олег Геннадьевич, разумная в семье, а муж у меня глупый. Как сделать так, чтобы муж был разумный? Надо сказать, что я глупая, вести себя смиренно, тогда муж станет разумным. Потому что веды говорят, что когда женщина себя считает разумной, это значит, что она глупая. Когда женщина себя считает глупой, это значит, что она стала разумной уже. Жизнь обычно женщин учит. И женщины, они как бы ведут себя с возрастом, стараются смиреннее вести себя. Они понимают, что женский разум, он очень увлекается сильно. И их ощущение женское, что это истина, иногда подводит. Поэтому женщины часто смиренно себя ведут, слушают чужое мнение внимательно. И так они обретают разум. Потому что женщина, она очень легко, когда она в смиренном состоянии, она очень легко улавливает истину. И легко понять, что есть на самом деле. А мужчине, чтобы понять истину, нужно взять на себя ответственность. Ему нужно считать, что вот это вот так. И надо мужчине дать возможность. Потому что мужчина, который берет на себя ответственность, куда он семью ведет. Женщина знает, куда он семью ведет. Но ей надо отдать ему возможность вести даже туда семью. Чтобы он стал ответственным. Понимаете? Ему надо сначала лицом в грязь, чтобы потом стать умнее. Понимаете? Мужчина учится на своих ошибках. Поэтому, когда мужчина становится ответственным, он говорит, я хочу вот там работать. Жена знает, там ничего хорошего не будет. Она ему говорит, ну там не будет нормальной зарплаты, ну иди работай. Благословляет его. Он поработал там, чувствует, нет нормальной зарплаты. Ну ладно. Но зато ответственность принял. Понимаете? Уже хорошо. А так бы сидел дома и вообще не работал бы. А тут ему нужно ошибаться. Ему нужно делать. Женщина должна позволить. И в чем проблема у женщин? Проблема заключается в том, что женщины часто не хотят позволить. Они очень привязаны вот к тому спокойствию, стабильности, которая у них есть. И они не дают возможность мужчине действовать так, как они могут. В результате женщина вообще ни с чем остается. Она вымучивает своего мужа. И то неправильно, и это неправильно. И лучше сама сделаю. Ну делай сама, значит. Когда женщина сама делает, она счастлива, нет? Вот давайте, женщины, закроем глаза, помедитируем сейчас. Смотрите, вот. Я работала, получила зарплату. Медитируйте. Вот зарплата, ваша зарплата. Ну это одна и та же зарплата. По количеству одно и то же. Я работала, получила зарплату. Второй вариант. Муж работал, поручил зарплату. Вот медитируйте то и это. И сравнивайте, какие деньги вам приносят счастье, а какие вас мучают. Вот смотрите, женщине получить зарплату, это все равно, что кровь свою отдать. Ей так тяжело это достается. Муж получил зарплату. Одно удовольствие. Зарплата мужа, это счастье. Моя зарплата, это кровь. Когда женщина получает зарплату, мужчине лучше вообще на эти деньги не смотреть. Почему? Потому что она его вымучает за этих денег. То есть не дай бог ему на эти деньги себе что-то купить. Это будет капец. Она потом никогда не забудет. Через 10 лет вспомнит. Он как бы штаны будет одевать. Она скажет, намую зарплату купили. Тяжело в этом. Теперь, когда же муж отдает женщине, жене деньги, он помнит об этом, нет? Отдал и отдал, ему все равно. Он спокойно к этому относится. Для него деньги не важны. Важно вот достижение. То, что он заработал, деньги для него важно. А вот то, что их истратила жена, ему все равно. Куда она истратила? Ну, важно, конечно, важно, но не так сильно. Ну, допустим, жена обещала истратить туда, истратила туда. Он говорит, в следующий раз так не делает. Понимаете? Поэтому. Муж очень хочет, чтобы жена работала. Надо работать, значит. Смотрите, жена – это сердце мужа. Жена согласилась на кредит, хотя и знала, что не надо его брать. Она не плакала, истерики не катала, не молилась. Она просто согласилась. Ну, давай возьмем и будем в дерьме. Будем мучиться потом. Надо, значит, идти работать теперь. Сама виновата. Так? Ну, там не надо сильно упахиваться. Потому что будет еще хуже. Смотрите, вы пошли работать. Это хорошо или плохо для семьи? Это для семьи урон. Урон, да. Сейчас объясню женщинам, почему. Потому что женщина, она занимается деятельностью, которая внешне не ценится в нашем обществе. Сейчас в нашем обществе отношений не ценится. В нашем обществе не ценится забота, не ценится любовь, не ценится теплота, не ценится доброта, а также не ценится пища, приготовленная с любовью в семье. Это все не ценится. Это считается так, ну, не сильно нужно. И поэтому в семье ни доброты, ни любви, ни пищи освященной, которая с любовью готовится, нет. А из этого состоит счастье человека, понимаете? Мужчина получает силу от заботы, он получает силу от доброты, от теплоты жены и от пищи, которая с любовью для Бога готовится. Это работа или нет, женщина? Это тяжелый труд женский. Быть доброй, быть заботливой и теплой в семье, это очень и очень тяжело. Женщина отдает много сил на то, чтобы такой быть. И сил уже куда-то идти работать у нее не хватает. Так должна женщина жить на самом деле. Но если мужчина не понимает этого, у него не хватает разума, чтобы это понять. Женщина должна хотя бы это понимать. Мужчина заставляет жену работать, не надо там упариваться. Работать сколько можете. Выгнали, выгнали. Пришла, сказала, меня выгнали с этой работы. Женщина сказала, ничего страшного, нормально. Что будешь делать? Ну найду другую, устроюсь. Тоже нормально. Напрягаться там не надо на работе. Напрягаться надо дома. Дома надо вот эту вот любовь давать. Это очень тяжелый труд для женщины. Она будет испытывать часть. И, кстати, когда женщина на работе напрягается, она тоже создает мир и процветание там на этой работе. Потому что когда женщина очень вот так относится к работе, что происходит с ней? Сначала она любит свой труд, потом она устает, потом ей становится противно, потом она это не выносит, а уйти с работы не может. И она всем там нервы портит постоянно. Вот женщина, которая сильно как бы за работу отвечала, она потом надламывается на этой работе психически. И начинает всех мучить там. Она ходит, куксится постоянно, ноет. Ей очень тяжело. А если женщина работает между делом, она никогда не устает там. Она работает там спокойненько. Раз, сделала, пошла. Все. И она может так 10 лет работать. Без проблем. Но у ней всегда дом на первом месте. Она с работы иногда звонит домой, там туда-сюда. И она все, она не парится. Ей говорят, почему ты вот это вот не осталось сверхурочно, не сделала? Она говорит, у меня домой пошла, у меня дети там. Все. Я тебя выгоню с работы. Хорошо, что делать? Ну, бесполезно. Ладно, пусть работает. Все. Больше к ней никаких вопросов нет. Если хочешь выгонять, выгоняй. Если хочешь, оставляй. Все. Твое дело. Но она женщина. Все. Она работает как может. Так женщина должна настраиваться в жизни. Тогда Бог будет способствовать всему. Ей будет давать возможности. Надо идти работать, потому что это ваша вина. Женщина сердца мужа. И она отвечает, берет семья кредит или нет. Мужчина не может этого понять. У него как бы вот это вот желание появилось, как внутри. Глаза квадратные и все. А сердце. Жена же чувствует, что будет дальше. Вы чувствовали, что будет плохо с этим кредитом? Чувствовали? Почему не сказали? В этом ваш долг. Вы сердце мужа и должны оглашать приговор. Надо смело говорить мужу правду. Так. Ну да, хочу сделать объявление. У нас есть. Где оно объявление-то? Куда-то его за это. Помогите мне его найти. Вот. Вот так чудо произошло. Какое-то сюда. В Ригу. Возможно. Еще не точно произошло, да? Есть один удивительный человек. Это человек является примером, необыкновенным примером. По-моему, вот здесь, вот в самом низу. Вот здесь, в самом низу. Там самые нижние какие-то записки. Человек является примером... Двадцать третьего июля. Давайте, давайте записочку. На двадцать третьего июля приедет Александр Хакимов, который является примером идеальных отношений в семье. Идеальных. Мужа и жены. Я нашел все. Под компьютером все нормально. Чисто мужской вариант. Спасибо вам за заботу. Вот. Двадцать четвертого июля, возможно, приедет. Он является духовным учителем, наставником для многих моих друзей. Вот. Соратником для меня. Очень глубоким человеком. Редким человеком. Такого человека редко в жизни вообще встретишь. И побывать на лекциях такого человека – большая удача. Вы это увидите сразу же. Как только вы начнете слышать его речь, его общение, все поймете сразу. У вас сердце откликнется. Я не видел лучше отношений в семье, чем у него с женой. Его жена тоже является наставницей и тоже абсолютно зрелый человек духовно развитый. Необыкновенная семья, необыкновенные люди. Они, может, даже вместе споют вам здесь. Это будет настоящий концерт духовный. Удивительно. Удивительно. Вы это все видеть, слышать. Потом придете, сравните с тем, что я сказал, так это или нет. Проверите. 28-29 августа Марина Таргакова тоже не точно, да? Точно уже приедет. Удивительно, что она сюда приедет. Необыкновенный тоже человек. Она ученица, вот Александра Хакимова, кстати. Она его ученица, получила у нее духовное посвящение. Хорошая женщина, удивительная, добрая. Она реализовала, что такое воспитание детей. И она будет тему давать род, семья и я. Я вам советую задавать ей вопросы по воспитанию детей. Лучше ответов вы не получите. То есть она очень глубоко эту тему осознала, понимает. И также она хороший психолог. Она может личную ситуацию человека понять очень глубоко и помочь. Олег Гадецкий, тоже необыкновенный человек. 10-14 октября. Он здесь был, по-моему, у вас уже. Уроки жизни. Он очень сильно развивается. И я вот наблюдаю за этим человеком и вижу, что каждый год он новый. Он все лучше и лучше становится. Более возвышенный. Действительно необыкновенный человек. То есть в том плане, что он меняется. Все лучше и лучше становится. Редко встретишь такого человека, который вот так вот развивается хорошо. Ну вот такие объявления. Наверное, нам пора уже. Чего, счастье желать или еще рано? Десять минут на записке. Так, у меня вот там несколько записок неотвеченных осталось где-то внизу. Сейчас я попробую их раскопать. Я почему такие глаза сделал? Потому что русскими буквами, то есть латинскими на русском, когда пишут в перемешку с русскими, то у меня процессор перегреваться начинает. Как... Как... Может, поможете? Как отцу воспитать и заботиться о дочке? Как мужу будет... Счастливую связь с женой. Все. Как отцу воспитать и заботиться о дочке? Хороший вопрос. Это обязанность мужчины, кстати. Тема сегодняшней лекции. Смотрите, здесь есть одна важная деталь, которую надо знать. Мужчина должен дать возможность воспитывать дочку жене. В этом забота заключается. Потому что, смотрите, у мужчины очень сильная связь с дочкой. Во-первых, эта связь связана с тем, что она приобретает... Девочка, она получает энергию ума и качество характера от отца, от мальчик, от матери. Поэтому связь у отца с дочкой очень сильная, а у матери с сыном. Понимаете? И кроме того, когда противоположный пол, то всегда связь сильнее. И поэтому отец, он очень сильно любит дочку, очень сильно любит ее. И эта любовь, она вызывает гиперопеку. То есть он слишком сильно пытается внедрить в нее то, что он хочет. Ну, допустим, если он хочет, чтобы ее не трогали, то он будет всех заставлять ее не трогать, чтобы она вот делала, что хотела. Или он хочет, допустим, наоборот, чтобы она стала хорошей дочкой, целомудренной. Он замучает ее этой целомудренностью и будет все время ей говорить, туда не смотри, это не делай, то не делай, это не целомудренно. Понимаете? То есть когда мужчина воспитывает дочку, то часто это бывает гиперзабота, которая приводит к травме серьезной девочке. То есть ее это травмирует, потому что еще одну важную вещь надо знать, что когда мама говорит то же самое дочке, то ей она спокойно эти слова переносит. Когда отец, так как связь очень глубокая и чувствительная, отец то же самое говорит, то дочку это может сильно ранить. То же самое отец говорит. Это не значит, что отец дочке ничего говорить не должен. То есть смотрите, в основные вещи, всю заботу о воспитании дочки должна взять на себя мать. То есть она все вопросы с ее жизнью решает. Но бывают, создаются ситуации, в которые трудно понять, что делать. И тогда надо мужу включаться в эти ситуации и лишать их для дочки. Ключевые моменты ее жизни какие-то. И она будет ему очень благодарна за это, что он вот так вот себя ведет. Не трогает ее по мелочам, но дает ей советы по главным вопросам. Так надо вести себя с дочкой, мужчиной. Кроме того, надо знать, что воспитание, по сути, это не означает, что ты что-то делаешь для человека лично. Это результат уже, понимаете? Вот, допустим, мужчина грубо относится, допустим, с женой, со своей, ведет себя неправильно. И при этом очень правильно и деликатно ведет себя с дочкой. Какой результат будет в воспитании? Да, то есть она будет бояться просто. Она будет мужчину бояться в отношениях. Смотрите, какой результат будет. Она будет мужчину воспринимать как старшего хорошо. То есть мужчину будет хорошо воспринимать как наставника. Но как мужа она будет бояться всегда мужчину. В результате близких отношений у женщины с мужчиной не возникнет. Это или возникнет с большим трудом. Ну, то есть воспитание всегда означает пример. Человек должен себя воспитывать по факту, а все остальное будет просто как результат. Если человек искренне занимается своей духовной жизнью, все воспитание происходит само собой. У меня, допустим, есть ребята, которые учатся у меня там иурведе, но в ведической традиции считается, что если ты учишь человека, учи его всему, прежде всего жизни. Поэтому ребята приезжают ко мне, они живут как монахи, то есть живут в Ашраме и год там, полтора-два учатся у меня. И они, вот они изучают иурведу, но они очень глубоко смотрят на меня как на личность. Если я не соответствую определенным качествам, то это четко для них заметно и они четко на это реагируют. подмены быть не может. Если я сам, допустим, не соответствую, то я этому не выучу их. Невозможно. Понимаете, точно так же всегда в жизни происходит, в семье. Если человек сам чего-то не имеет, он не сможет выучить этому другого человека. Это невозможно. Вот так надо воспитывать дочку. То есть надо быть настоящим мужчиной и рядом с тобой она вырастет как настоящая женщина. учиться быть. Но насколько сможешь. Вот насколько сможешь, ты себя потом скажешь себе. Я сколько мог, столько делал. нет, женщина. Как наказывать? Наказывать ее отсутствием внимания и отсутствием свободы. Ее можно наказать, запереть, допустим. Можно просто не разговаривать с ней. Таково наказание дочки. Ее нельзя наказывать силой и унижением. Ее нельзя унижать женщину, даже девочку нельзя унижать. Это вызывает у нее необратимые изменения в психике. То есть если ее унижать, она становится униженной. То есть она себя не ценит, она как тряпка. Все. Она считает себя неспособной ни на что. Все. Если ее унижать. Она принимает это буквально. Если девочке сказать, ты дура. Она будет дурой, значит. Она принимает буквально это все. У нее очень чувствительная психика. Поэтому женщину нельзя унижать. Если ее унижают, то она потом тебе же хуже будет. Вот это вот. Можно наказывать не разговаривать с ней. Или лишить ее, запереть, допустим, там, в комнате. Сказать все, никуда не пойдешь. Вот так. Понимаете? Как можно... Второй вопрос про отношения с женой, да? Счастливость. Вот это вся лекция на эту тему была. Потому что вопрос был в начале лекции задан. Я как раз об этом и говорил. Как можно жену сделать счастливой. Вот то, что сегодня... Ключевые моменты мы какие-то обсуждали. Как женщине справиться со своими эмоциями. Вот то, что я говорил. Записку я читал в начале. Страх, тревожность, вспыльчивость, обидчивость, гневливость. Ответ такой. Надо очистить существование семьи. Когда в семье будет чистая жизнь... Вот, допустим, вот смотрите, женщины, представьте. У вас в семье постоянно звучит духовная музыка. Меньше эмоций? Меньше? Меньше. У вас в семье дома готовится освещенная пища. Спокойнее жить? Спокойнее. У вас дома чистота. Спокойнее жить? Спокойнее. Дальше у вас дома иконы висят на стенах. А не deep people там или еще какой-нибудь people. Вот. А иконы – то есть святые люди висят на стенах. Спокойнее жить? Спокойнее? Спокойней. Многие не отвечают, потому что нет опыта. Они не знают. Надо попробовать. И сразу эмоций меньше. у вас радости больше будет. Также атмосфера должна быть уважительная. Допустим, не надо в риту заходить с мужем, ему там в этих семейных трусах там это... Ну, понимаете, о чем я говорю. Вот. Это не создает уважительную атмосферу. Надо делать замечания. Женщина должна следить, чтобы аккуратно все ходили в доме. Это создает уважительную атмосферу и это успокаивает женщину. Потому что, когда выглядят все отвратительно в доме, женщина тоже выходит из равновесия, начинает ругаться, ходить, злиться. В доме должно быть так, чтобы все прощали и просили прощения. Допустим, дети поругались, женщина должна настраивать их, чтобы они помирились, иначе ей будет плохо, она будет злиться. С мужем тоже, допустим, поссорились, надо мирить. Женщина должна этим заниматься, она должна мириться. Тогда и легче становится дома. Вот такие простые правила. Но вот эта направленность иногда у женщин бывает, поменять себя, вот это бесполезная, глупая идея совершенно. Если женщина нацелена поменять свой характер, она просто бьется лбом об стену. Женщина поменять свой характер не может ни на йоту. Она может очистить свой характер. Характер тот же самый, просто спокойнее. Я такая же обидчивая, но не на что обижаться. Я такая же капризная, не на что капризничать. Я такая же чувствительная, иронимая, и злопамятная, но не на что свою память зло использовать, не на что капризничать и так далее. Понимаете? То есть все стало нормально в моей жизни. Это означает очищение существования. Вот чем женщина должна заниматься. Ее характер по факту становится прекрасным. Потому что женщина, она уже имеет эту чистую природу самого рождения. Ей надо просто поддерживать эту чистоту и все в себе. Вот простой метод. И он работает безупречно. Если женщина пытается менять свой характер, это просто глупая затея, которая все силы измотает, а толку никакого не будет. Смотрите, женщина внутри имеет очень твердый стержень. Что заложено, то остается. А снаружи она очень податливая. Женщина, допустим, может говорить как надо. Она может вести себя как надо. И может играть ту роль, которая требуется. Снаружи у нее психика очень мягкая. Она может меняться в зависимости от обстановки. Все. Она, допустим, в какую-то религиозную организацию приходит. Женщина три дня прошло. Она уже выглядит точно так же, как они. Ничем не отличается. Вообще, как будто она там сто лет уже занималась этой духовной практикой. Она быстро трансформируется. Мужчина будет ходить лет пять, как будто он новенький, первый раз пришел. Все наоборот. Снаружи он очень твердый и неизменный. А внутри у него все меняется очень быстро, мужчина. Мужчина должен менять свой характер. Женщина должна очищать свое существование. Понятна система? Мужчина снаружи не меняется. Он не может очистить свое существование. Ему надо менять свой характер. Тогда ему легче будет жить. А женщина ничего не изменит. Вот такая система. Надо ее принять просто. Если не хотите принять, попробуйте по-другому. Шишки набьете просто и все. Я в браке на консультации у Хироманта. Он на руке увидел еще один брак. Вот козел, а? Выразись за выражение. Возможно ли этого избежать? Ну, как бы вам возможно, а ему, наверное, уже нет. Потому что уже... Все, козел. Смотрите, когда человек-астролог, психолог дает консультацию такую, у тебя будет два брака. Человеку говорит. Он совершает реальное оскорбление этой семьи, которое может привести к дурным последствиям. Потому что люди же верят. И он даже ссылается на карту, он показывает. Вот здесь в Риге мне рассказали. Был один случай. Людям предсказали три брака. Они три раза развелись и сошлись вместе. И так остались в семье все. Три раза как бы все произошло, и все нормально. Три брака отработали. До свидания. Понимаете, когда в астрологических картах говорится, что у вас два брака, это означает, что будет разлука. И все. А потом могут люди сойтись вместе. Если они настроены это отработать. Но если астролог об этом не сказал, не уточнил этот вопрос, то это значит, что он совершил грех, за который будет отвечать. И астрологи, которые ведут себя таким образом, у них вырастают рога. То есть они тупеют. Понимаете, если он, допустим, говорит, у тебя будет два брака женщине, это значит, что у него уйдет жена. Будет гулять. Понимаете? То есть он какую судьбу как бы дал людям с помощью своих предсказаний, такую получил. Беее. Страшная наука. Очень много ответственности. Поэтому люди, которые занимаются хиромантией, астрологией, они должны быть очень духовно продвинутые. Они по факту должны говорить людям не то, что будет, а как с этим справиться. Даже не обязательно говорить, что будет, потому что не всегда человек переварит. Допустим, он видит, что человек должен заболеть раком. Что он должен ему сказать? Он должен ему сказать, вам надо каждый год очищения делать в организме, не есть мясо, потому что у вас есть предосположенность заболеть тяжелой болезнью. И человек, надо сказать, это очень серьезно. И так как у человека в сердце уже в этом знание есть, это знание вспыхивает, и он начинает очищать свой организм, свое существование, и опухолью не заболевает злокачественно. Или заболевает и быстро ее с ней справляется. Понимаете? То есть астролог, хиромант должен людей настраивать на победу над судьбой, а не на то, что вот что у тебя вот, как этот, 2012 год, да? У кого-то он может быть и будет, а у тебя уже наступил прямо после этого предсказания. Понимаете, проблема в этом заключается? То, что люди неквалифицированы часто. Они карту-то изучили, все, они видят, что события могут такие произойти, но они неквалифицированы, это правильно приобрести, у них нет духовной силы это правильно преподносить. И поэтому в ведической культуре это было тайное знание астрологии. Его давали возможность заниматься только блестящим, одаренным духовной силой людям. Понимаете, тайное. Почему знание тайное? Не потому, что ее трудно усвоить, а потому, что трудно применить. Вот, допустим, выучить карту астрологическую сложно, но можно. Любой человек, который есть математические способности, он карту выучит, начнет понимать это все, как это работает. Проблема ведь не в том, чтобы ее выучить, а в том, чтобы переварить судьбу человека и дать в переваренном виде. Вот что такое мед? Это когда пчела переваривает нектар, то он становится еще нектарнее, понимаете? Но когда муха переваривает нектар, то мы это не кушаем. Пора заканчивать, да? Надо стать пчелой просто для того, чтобы быть астрологом, понимаете? А это не просто уже. Так, ну, хорошо. У нас сейчас будет тренинг небольшой. Люди задавут мне вопросы, а зачем вот устанавливать отношения с святым человеком? Ответить невозможно на этот вопрос. Надо пробовать просто. Сейчас я в Ведическом храме с утра читал лекцию, и ко мне после лекции подошел молодой человек и спросил меня, «А как вы видите святость в человеке?» Я начал объяснять. Я вижу что-то чистое, что-то такое очень возвышенное. Мне восторг в сердце возникает. Я чувствую, что в это можно верить, что так можно жить. Ну и что этот человек настоящий, я чувствую. Начал ему объяснять. Он говорит, это все поверхностные объяснения. Неточные. Я говорю, а ну, объясните вы. Он говорит, я вижу вот в человеке такой вот овальчик, такой вот чистенький, как внутри. Я говорю, вот это вот неточное объяснение. А вот то, что я сказал, это точное объяснение. Вот то, что ты сказал, это очень поверхностное видение. А вот когда ты увидишь по-настоящему, то ты тогда от форм отойдешь, и у тебя это видение вызовет определенные чувства. Когда человек видит по-настоящему, то он начинает это видеть сердцем, понимаете? То есть он видит чистоту, видит красоту, видит верность, понимаете? Он не видит формы, овал какой-то там. Это неинтересно, понимаете? Интересно, какой результат это вызывает. Допустим, если я вам сейчас скажу, то разок в Индии я находился на воспевании святого имени, мой духовный учитель воспевал святое имя, и в какой-то момент неожиданно для себя кланялся ему мысленно. Неожиданно для себя его тело начало сиять. То есть оно начало сиять необычным сиянием. Вот лампочки светят не так. Потому что это сияние вызывало в сердце вот такое чувство. То есть этот свет вызывал в сердце чувство сильного счастья, с которым невозможно справиться. чувство оцепенения. То есть этот свет вызвал во мне вот такое, как я как будто застыл, я не смог ни думать, ни двигаться. Все тело как бы начало вот так вот дрожать. И я почувствовал вечность. Как будто жизнь остановилась все. Она перестала течь, она встала. Видите, я описал то, что я увидел. Но если бы я сказал, что это светящийся объект, я увидел вот такой-то формы. Вам бы что-то это дало? Нет. Веда объясняет, что духовная энергия, она не описывается формами и внешними какими-то проявлениями. Она описывается ощущениями, которые она вызывает. Потому что по этим ощущениям вы можете почувствовать потом духовную энергию в своей жизни. По-другому ее почувствовать невозможно. Понимаете, это необычные ощущения вызывают духовную энергию. И так человек может понять. Когда мы поклоняемся святому человеку, мысленно кланяемся ему, то неизбежно, несомненно, вы почувствуете жизнь этого человека, его святость. И вы тогда поймете, ради чего надо жить. Это произойдет в пять минут. Вот если сейчас искренне принять то, что я сейчас посоветовал сделать, ваше представление о жизни поменяется за пять минут. Таков метод очень простой. Сознание перетекает от одного человека к другому. Таков метод. Итак, практика очень простая. Надо повторять, я желаю всем счастья не от себя, а от святого человека. Что он может дать счастье, а я не могу. И кланяться ему и думать о его святости. Я желаю всем счастья. 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 благодарности за то, что вы пришли на эту беседу, сидели здесь эти три часа. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жду вас вечером. Приходите. Продолжение следует...